Сотрудники, работающие из дома, вправе получать компенсацию за все расходы, которые они несут при выполнении своих трудовых функций. Как правило, каждый случай обговаривается индивидуально, но примерный перечень сейчас вы видите на своих экранах. Условия выплаты закрепляются документом, коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором или дополнительным соглашением к нему. Порядок расчета компенсации дистанционным работникам каждый работодатель определяет самостоятельно. В случае с амортизацией оборудования за основу берется стоимость, поделенная на количество рабочих месяцев, за которую изнашивается техника. По оплате расходников возмещаются фактические траты. Также работодатель может установить фиксированную ежемесячную плату. Если до этого расходы компании были подтверждены документально и включались в налоговую базу, то с 1 сентября в графе расходов можно будет учитывать и неподтвержденные компенсации, но не более 35 рублей в день.